здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в двадцать шестом уроке мы продолжаем с вами изучать компонент gridbox конструктор лендингов для джумла в этом уроке тема будет немножко посложнее в этом уроке я хочу показать как делать gridbox скошенные блоки вы наверное видели в интернете лендинги достаточно не так давно эта тема пошла что информация расположена не прямоугольных таких блоках а вот в таких скошенных вот вы сейчас видите зеленые скошенные углы у него и снизу и сверху а в середине у нас может быть какой-то контент давайте посмотрим как делаются такие блоки простыми средствами gridbox такое реализовать нельзя переходим в режим редактирования нашего сайта нам нужно создать три контейнера вот один у меня уже создан его мы делаем по ширине чтобы он у нас был во всю ширину и как раз таки мы рассмотрим заодно плагин html то есть мы еще этот плагин не рассматривали за счет этого плагина за счет специального кода мы сможем добиться таких скошенных углов смотрите под этим видео будет ссылочка на текстовый документ чтобы руками не прописывать я подготовил там небольшие маленькие кусочки кода то есть без них у нас с вами ничего не получится первое что мы делаем мы нажимаем плюс как обычно и нам нужно добавить html плагин вот он добавляем его далее выбираем у нас плавает вот такое окно далее под этим видео как я уже сказал вы качаете файлик маленький или просто вы открываете и тут я сделал разграничил то есть в первый блок это значит у нас верхние вот этот скос смотрите нам нужно вот этот кусочек кода div повесить вот в это поле html то есть я копирую просто здесь то что у вас будет вы удаляете и просто вставляете дальше в этом текстом документе аккуратненько вот так вместе с точечкой целиком до закрывающей скобки то есть смотрите если вы что-то скопируйте неаккуратно если какой-то символ забудете у вас уже это не сработает будьте внимательны копируем и это уже нужно ставить в ксс поле вот сюда вставили и уже сзади мы можем наблюдать у нас скошен угол что касается цвета и наклон сейчас мы это рассмотрим нажмем пока apple здесь у нас такая ситуация ведь у нас блок доходит не до конца до левого края для этого заходим вот в этот контейнер background вставим тут галочку full hd заходим в padding слева и справа мы удаляем отступы далее у основного нашего контейнера также заходим в padding тоже справа слева убираем и здесь нужно еще зайти в margin и снизу нам отступ нужно убрать обновимся на сайте и у нас теперь нормально прижимается слева наш скос и справа тоже уголочек что касается цвета заходим внутрь вот здесь у нас указан цвет после решетки код цвета как менять код цвета вы вы видели я программкой это делал также вы сможете его легко поменять даже например если мы поставим у нас белый цвет это 6 буквы f если я поставлю 1 2 3 4 5 6 да но его у нас не будет видно потому что на задний фон белый но ну например черный это 60 и вот и вы видите он у меня сзади появился черным да то есть вот так вот меняется цвет далее смотрите вот этот параметр 50 пикселей вот например я поставлю сейчас 80 мы сразу можем видеть что наш скос стал как бы толще да смотрите у нас контента никакого не будет здесь размещаться на этом скосе у нас следующий контейнер который пойдет вот там у нас будет контент дальше смотрите вот этот параметр если мы поставим например 300 то скос у нас уменьшается вот здесь вот с этой стороны вы видите да то есть у нас где уходил он справа на нет здесь у нас получается выше теперь за счет вот этого параметра я оставляю 100 то есть вот такие вы еще можете делать манипуляции в коде я нажимаю apple не пропустите мои топовые продукты под жумла далее что мы делаем заходим в общем контейнер проверим маржин отступы внутренний значит мы убираем здесь все на 0 далее заходим вот в этот контейнер проверим маржин и можно все тоже на 0 даже нужно точнее паддинг и маржин тоже на 0 смотрите у вас должно получиться так чтобы ведь я навожу мышь и вся зеленая часть нижняя ее часть она прижимается вот к этой синей пунктивной линии то есть у нас не должно не зубы никаких зазоров пробелов далее с этим блоком все мы нажимаем на секцию выбираем одна колоночка и здесь нам нужно подготовиться убираем во-первых делом во всю ширину убираем все паддинги топ райт низ или left все на 0 дальше убирать нужно обязательно все маржины на 0 вот таким вот образом и сразу же можно задать наш цвет таким вот образом и сейф если посмотрим на сайте у нас уже получается видите у нас верхушка готова блок есть посередине то есть смотрите мы вот сюда уже сможем вставить любой контента нам осталось еще снизу подчеркнуть вот этот скос но здесь уже аналогично способом мы добавляем новую секцию в одну колоночку и проделываем то же самое делаем во всю ширину заходе впадинг убираем все на 0 в марджин заходим также убираем здесь дальше можно даже не сохраняться сразу же перейти в настройки другого контейнера также здесь поставить галочку проверить паддинг убрать все отступы также в марджин и здесь все убрать все наш блок в принципе подготовлен нажимаем сейф и в этот контейнер мы добавляем html код нажимаем плюс добавляем плагин html код здесь мы все уничтожаем открываем наш блокнот и блок 2 копируем div вот эту строчку вставляем сюда и копируем код для ксс стилей аккуратненько все копируем вставляем сюда здесь цвет у меня уже проставлен зеленый здесь также можно играться параметрами отклонения угла и так далее нажимаем apple сейчас на сайте в режиме редактирования кажется что здесь у нас есть зазоры отступы но это только в режиме редактирования если на самом сайте мы посмотрим да вот здесь надо нажать сохранится теперь обновляем страницу вот вы видите у нас получился скошенный блок теперь он будет сам раздвигаться по мере добавления контента вот в этот средний блок то есть если нажму плюс и например мы вставим какую-то картиночку apple здесь она конечно очень большая мы можем пока ее подубавить вот таким вот например образом по центру сейф и вот таким вот несложным способом вы видите можно замещать контент визуально будет казаться что у нас такой скошенный блок на самом деле мы просто добавили еще контейнера да с действительно скошенными блоками это все как бы не графика выполнена благодаря коду то есть это не будет нагружать сайт но здесь есть один такой небольшой но в мобильных версиях можете забыть про это то есть на мобильных устройствах это нужно обязательно отключить потому что там смотрится все не очень хорошо можете даже не смотреть обязательно нужно зайти скошенный блок и поставить вот здесь вот хайд он мобайл и здесь и вот здесь в этот скошенный блок зайти здесь также поставить хайд он мобайл сейф то есть для мобильных устройств у нас будет как бы просто прямоугольник да вот этих вот углов просто не будет вот и все а так в принципе на сайте смотрится вообще замечательно любого цвета можно сделать если урок для вас был полезный ставьте пожалуйста палец вверх подписывайтесь на мой канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить новые познавательные интересные выпуски подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылочка будет в описании этого видео делитесь данным видео с друзьями и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинг тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь